2,8 это результаты, в общем-то, их лучшие. Да, но дело в том, что они еще и в первой разминке выступали, и, естественно, здесь оценки не самые высокие, потому что они уже заведомо, то есть, себя обрекли быть, как в слабейшей разминке, да, и не самые высокие оценки. Ну, а сейчас вот Кристина Астахова, Максим Курдюков, москвичи, ученики Сергея Доброскокова. Ну, мое мнение, что они очень незаслуженно в этой разминке находятся. Очень незаслуженно, потому что ребята чистейше откатали короткую программу, сделали все элементы взрослые, сложные, и очень маленькую сумму получили от арбитров, и мне, честно говоря, не очень было это понятно, потому что есть пары, которые гораздо хуже катались, и находятся выше ребят. Ну, Астахов и Курдюков занимали восьмое место после короткой программы, причем опережали Федорову и Мирошкина совсем ненамного, там где-то даже меньше, чем полбала. Да, но сейчас уже тройной ТУВ ребята выполнили очень хорошо. Подкрут выполнен лучше, чем в короткой программе, не самого высокого качества, но и не самого плохого. То есть средний, хороший подкрут. Тройной Сальхов, и, к сожалению, девочка делает двойной, а Максим... падение. Выброс, клик. Я представляю, как им, в принципе, тяжело сейчас психологически, потому что они так, с таким настроением, так хорошо откатали короткую, и так были недооценены. Конечно, это психологически очень большая такая обида, и, как сказать, выбивает это спортсменов всегда. То есть когда ты сделал максимум, это сейчас хореографическая спираль, обязательный элемент в произвольной программе в этом году, он новый. Но у него нет уровней, да? Нет, у него нет уровней сложности, он оценивается у всех примерно одинаково. Единственное, оригинальность оценивается тоже плюсовыми оценками. Это может быть спираль или дорожка шагов, или комбинация дорожки шагов, спирали, например, танцевальной поддержки, то есть масса для творчества идей может быть в этом элементе. Это очень оригинальная у них поддержка. Да, очень эффектно смотрится, вот шпагатит, да, партнерша? Ну, у них еще очень интересный заход на нее, то есть партнер стоит в кораблике, партнерша в танцевальной поддержке, в стойке на руках, и потом, то есть без толчка партнерша, партнер выжимает силы, ай-яй-яй, и немножко неудачное, конечно, приземление было, но сильно упала девочка. Сейчас Максиму надо быть таким мужчиной в паре, то есть. Чуть-чуть показать партнершу, что... Ну, сейчас Максим поддержки просто на морально-волевых тащит. Видно, что тоже тяжело-то улазь в призоне, пожалуй. Но боролся он, в принципе, все доделал. Всегда то... У партнеров всегда вызывают уважение, когда партнер борется и не бросает, не опускает партнершу, доделывает. Конечно, качества высокого не будет от судей, но... Элемент будет зачтен. Да, устали здорово, да, к концу. Ну, падение, мне кажется, просто немножко выбило их падение вот с этого выброса. То есть девочка дыхание сбило сильно, она так прям на живот. То есть приземлилась, всегда сбивается очень сильно дыхание, когда ты падаешь. И в конце программы это, конечно, сильно выбило. И Максим уже тоже из ритма вышел, то есть ему пришлось ждать партнершу, подстраиваться. То есть на поддержку разогнаться не получилось, на первую. То есть и вторая была совсем на месте уже выполнена, потому что две поддержки подряд у них были, как комбинация была поддержек, поэтому... А вообще вот ставить подряд две поддержки, бывает же даже три подряд, да? Это сложно очень, да? Ну, кому как, это для кого... Для меня поддержки, например, они составляют там какой-то серьезной такой нагрузки, и поэтому я всегда там в конце программы их делаю, и там у меня обычно две подряд стоит всегда в конце. Ну, то есть, как сказать, есть пары, для которых поддержки там, например, тяжелее даются, те там их ставят, разделяют как-то между элементами. Ну, три поддержки не очень хорошо выглядят, потому что видно, как пара, то есть, получается, из стороны в сторону, с одной стороны катка в другую сторону катка три раза проезжает, делает поддержки, то не очень как бы программа сбалансированная выглядит. Поэтому обычно одну, хотя бы одну поддержку разделяют. Ну, вот эта самая поддержка, которая вам понравилась. Ну, у них очень сложные поддержки, на самом деле, две. И да, вот это падение... Какое неприятное падение. Да, здесь их, конечно, это подкосило в конце программы. Очень неудачно упало. Да, еще и падения могут быть разные, да? Может быть, падение, что встает человек, и как ни в чем не бывало. А бывает довольно болезненно. Да, я думаю, она довольно больно упала. Мама, папа, привет! Ну, я думаю, они, конечно, сейчас опустятся ниже, они проиграют Федору и Мирошкину абсолютно точно. Потому что, ну, две грубейшие ошибки и, скажем так, концовка была совсем смазана. Медленная такая, то есть, к сожалению, наверное, они опустятся. Ну, для Федора и Мирошкина, конечно, к счастью. Да, всего лишь 100 баллов. Да. Короткая программа выглядела, конечно, гораздо лучше, чем произвольно. Много проигрывают они Федора Мирошкина.